Сегодня мы с вами напишем Маке в поле. Прямо в поле. За нее очень много проголосовало на странице голосований. Я думаю, что ее и будем писать. Так, значит у нас много должно быть розового на палитре. Кадмия красного, изумрудная, черная, синяя, то есть ультрамарин. У кого нет ультрамарина, было бы АФЦ. Ну а без розовой никак. Ну и без кадмия тоже трудновато было бы. Но розовый с желтым будет близкий к кадмию цвет. К кадмию светлому. Поэтому, если что, то розовый с желтым. Итак, макнул в разбавитель, чистый разбавитель. И вот эти две основные полосы красного в картине наберу с вот этой мокрятиной. Затем возьму кусок тряпки небольшого размера, чтобы распределить вещество. Нам совсем акварельное не очень нужно. Макнул тряпку опять же в розовый и начинаю распределять. Часть разбавителя уходит в тряпку, оставляя на холсте только небольшое, но кроющее количество вещества. Вы видите, вполне закрашено. Тут точный рисунок не очень важен. Опять дополнил тряпку розовое вещество. Само покрытие несколько акварельно, но тем не менее это не потек, который рано или поздно от текучести начинает просто вытекать из того места, в которое мы положили, скапливаясь несколько каплей. Так, теперь красный кадмий. Немного вот этих мотивов. Они близки по тому, близки по цвету, поэтому могут быть сейчас плохо различимы. Тем не менее, розовый, холодный, кадмий, горячий по отношению друг к другу. Возьму теперь белил. И опять розовый. И вот эти холодные проявления цвета маков, там есть они, разбеленные, холодные. И их подпущу. Просто разбеленный, розовый цвет. Тряпка распределяет вещество. Оставляет на холсте небольшое количество. Вот эти разбелы, холодные, они как бы, это те цветки, которые чуть-чуть дальше. И толща воздуха делает их седыми. Чуть в глубине которые. Теперь возьму еще белил и уже синюю, то есть ультрамарин. ультрамарин создает эффект пространства, то есть это цвет воздуха. Голубой тоже цвет воздуха, но ультрамарин в большей степени. И вот эти синие мотивы воздушной среды там-сям подпущу. можно посмотреть на палитру, что там происходит. Вот такой замес яйцевидный. Розовый вмешивается, синий получается дополнительный чуть смочу остаток холста. Получаются дополнительные оттенки самих же шмаков. теперь возьму изумрудный, прямо в эту кашу, ну там не кашу, а еле-еле на дне краска. Начну подмешивать изумрудные мотивы, в том числе немножко моделируя идею травы. тряпка вполне с травой справляется. У кого нет изумрудной в палитре, может взять голубой УФЦ с желтой и с белилами. Будет близкий цвет. Где-то чуть мощнее. Тряпка Тряпка Субтитры сделал DimaTorzok